Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, дорогие товарищи! Поздравляю вас с началом нового учебного года в кружке любителей гегелевской диалектики КЛГД. Этот год у нас непростой. Он, во-первых, у нас одиннадцатый. Что мы сделали за десять лет? За десять лет мы медленным шагом, систематически изучали последовательно науку логики и довели это изучение до завершения. То есть мы завершили, мы по одному разу прошли науку логики. При этом мы неоднократно останавливались на том, когда что-то было непонятно или совсем непонятно, или мало понятно, что для того, чтобы это было понятнее, нужно науку логики штудировать. Что такое штудировать? Об этом тоже у нас была вещь. Штудировать – это такое вроде по-русски высказанное немецкое слово. Штудировать. То есть не просто читать, а возвращаться, изучать и снова и снова возвращаться, снова и снова обдумывать, пока не разберёшься. И вот даже те вопросы, которые у нас перед кружком были «что делать?», они тоже упираются в вопрос о том, если мы хотим решить для себя, найти ответ на вопрос «что делать?», нам нужно заняться штудированием таких глубоких источников, на которых мы хотим опереться. Потому что если мы этого не будем делать, не будем опираться на серьёзные источники, мы ничего прочного такого не создадим у себя в голове, а следовательно не сможем вести правильную пропаганду, а следовательно мы не можем это сделать и в обществе. И поэтому проблема, совершенно правильно поставил товарищ у нас вопрос, что когда происходили контрреволюционные изменения, мало кто понимал, что они происходят. Это говорит о том, что уровень понимания социализма, знания социализма, уровень теории был достаточно низкий. В том числе и потому, что три численности партии погибли в Великой Отечественной войне. В том числе и поэтому. И как вы понимаете, члены партии – это те люди, которые первыми шли в атаку, первыми делали самое решительное действие, а если они попадали в плен, то их первыми расстреливали. Даже не первыми, а сразу. Поэтому я хочу сказать, что когда мы сейчас озираемся назад и смотрим, и кажется, что мы поддержали победу и так далее, мы тогда держали победу, но мы получили и имелись страшные потери – 27 миллионов человек. Несравнимы потери тех, с кем мы сражались, или кто бог обох с нами сражался – несравнимы. А что касается изучения теории, то надо сказать, что с изучением теории дело обстояло так, что сталинские тома, которые были подготовлены к изданию, были рассеяны, рассыпаны. И новое издание, скажем, Сталина, без него нельзя понять вообще, так сказать, строительство социализма, оно сначала произошло, хотя было готовлено было здесь, оно произошло в Соединенных Штатах Америки, благодаря институту войны и революции, причём на русском языке. А потом Ричард Иванович Косолапов сделал здесь издание и ещё увеличил число томов, поскольку он, Косолапов, был главным редактором «Колунисты» у нас, он, так сказать, добавил ещё из архивных источников, и поэтому мы имеем сейчас 18 томов Сталина, а в том собрании сочинений, которое издавалось, было 13 томов. Вот 13, на 13-м всё закончилось, 18. Причём я обращаю ваше внимание, что последовательное изучение позволяет видеть, какие дыры или, так сказать, лакуны образуются в истории, а следовательные в теории. Например, из этих трёх источников, три составных частей марксизма, можно сказать, что политэкономия, капитал, изучалась. Можно сказать, что философия в какой-то мере изучалась. Что касается научного социализма, поскольку работы Сталина, содержащие научный социализм, а, собственно, они и были теми работами, которые как раз давали ответы на вопросы, которые нас волнуют, и волновали людей, что дальше делать, как строить. И именно вот эти работы, они не просто были рассыпаны, уничтожены, а и само имя Сталина было подвергнуто осуждению, памятники уничтожали по всей стране. Вот сейчас даже трудно представить, что было. Все, кто здесь присутствует, в то время было или молодыми людьми, или, так сказать, детьми, как я, например, был. Мне в 1953 году было 8 лет. Я, правда, помню, что как по радио передавали о снижении цены, что завтра будет не 15 копеек батон, а 13 копеек батон, что печки будет не 2 копейки, а копейка и так далее. И мы как сказку можем сейчас говорить о том, что у нас там трамвай был 3 копейки, троллейбус 4, метро и автобус 5 копеек. То есть научный социализм вместе с работами Сталина он как бы был изъят. То есть самая вершина, ради чего нужно изучать политэкономию, философию, для того, чтобы организовать борьбу рабочего класса, классскую борьбу и диктатуру пролетариата обеспечивать. А дальше в результате вот этого дневерсии, которая была совершена Хрущевым и его группой. Я думаю, что сегодня, ну, по крайней мере, многие понимают, что того же самого Берия убили, как человека, который продолжал бы сталинскую линию. Его убили, и после этого уже до всякого съезда, даже до 22-го съезда, который был в 61-м году, а вот сегодня мы говорили об этом, уже уничтожили систему машино-тракторных станций, которая обеспечивала то обстоятельство, чтобы сельскохозяйственное производство было бы формой подчинения производству общественным интересам. То есть без машино-тракторных станций государственных, которые выполняли основные работы, и вообще без механизации, без машинного производства сельскохозяйственного, которое в совхозах еще тоже было, без этого вообще невозможно было бы построить социализм. То есть вот этого понимания не было, а как раз те работы Сталина, в которых это понимание давалось, они были в забвении. Хочу в порядке самокритики сказать, что у меня много лет простояло 13 томов Сталина, и, наконец, я решил всё-таки почитать того, кого все критикуют. И я изумился тому, насколько ясно, насколько глубоко, насколько широко, и чётко эти вопросы решают. Это не значит, что там можно с чем-то и поспорить, с некоторыми моментами, но именно моментами. А в целом это была по существу теория построения и укрепления социализма. А не укрепляя социализм, как известно, нельзя перейти в высшую фазу коммунизма. В коммунизме мы уже находились, поэтому то, что мы читали в документах 22-го съезда, это говорит о крайней безграмотности и руководству, и всех, кто там был представлен. Что значит у нас будет через 20 лет коммунизм? А у нас коммунизм когда был? В 1936 году вполне был у нас коммунизм. Низшая фаза коммунизма. Маркс вообще слово «социализм» не употреблял. У него только есть низшая фаза коммунизма и высшая фаза коммунизма. Низшая – это та, которая с родимыми пятнами капитализма, а высшая – уже освободившаяся от них. И всё. Поэтому что значит будет у нас коммунизм? Причём этот коммунизм, про который говорили будет, сводился к тому, что полным потоком польются богатства, то есть к распределению, а вовсе не к производству. Как сказать, сущность коммунизма в чём? В общественном труде и в общественном производстве. Индивиды, производящие в обществе, вот что является исходным пунктом по Марксу. Производящие в обществе. О чём это всё говорит? Это всё примеры из области исторической, политической. Но это говорит о том, что если люди не овладели движением понятий, то они, так сказать, являются такими жертвами, легко могут стать жертвами обмана и самообмана в политике. Политика вся состоит во многом, по крайней мере, буржуазная политика состоит в обмане, обмане, обмане. Поэтому удивляться, вот скажем, должны мы удивляться, что люди, которые не знают диалектики, их легко обмануть. Нет, не должны мы удивляться. С другой стороны, можно сказать, что вот мы сейчас переживаем такой момент, когда диалектика пошла, можно сказать, в народ. Признаки этого дела такие. Когда мы с Пучковым проводили занятия, впервые по его инициативе, он позвонил, попросил рассказать о науке логики. Введение в науку логики набрало на сайте опер.ру миллион сто тысяч просмотров. Я бы в это не поверил. Причем это произошло после начала вот этих всех событий, после спецоперации. То есть народ стал смотреть все-таки, где искать ответы и корни. Причем прежде всего в науке логики. Ну, это тяжелый вид, он миллион просмотров с лишним, миллион сто. Ну и дальше без моих усилий, можно сказать, или почти без моих, кроме, если не считать того, что я там дописал в предисловии несколько слов. Вышла книга, вот может показать, это Валерий Александрович, в издательстве UISS, такая немножко перевернутая СССР. Книга в издательстве в Москве, правда, скрывает тираж, может, они имеют в виду, что они по мере того, как будут люди покупать, они будут добавлять, в который называется «Лекция по философии и истории», путеводитель по диалектике Гегеля. Вот я еще раз хочу сказать, что эта книга была издана в свое время в издательство политехнического университета соседом нашим. Во-вторых, она была издана в Тегеране тиражом. Тысяча, у нас это 300 экземпляров. В Иране на Фарси тысяча экземпляров. В Фарахане это геранские коммунисты, вот он взял на себя там все расходы, какие у них там были, и всю эту организацию. Ну и мне прислали, я так увидел на последней странице, там фотографии такую на меня не похожи, она что-то такое темное. Поскольку нам читают, надо справа налево. И несколько русских слов, а все остальное написано на Фарси. Тысячи экземпляров. Сколько экземпляров тут? А это, значит, издание такое. Сколько закажут, сколько и будет. Заказывай, 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 заказывай. Как сейчас делают на нынешний час. Вопрос о произведениях Ленина, Сталина, диалектике. Это вопрос, который начал становиться денежным, и люди будут заказывать и получать. Вот такая картина. Что же касается нас и нашего кружка. Мы прекрасно понимаем, что другой такой систематической учёбы, другого такого систематического изучения науки и логики в России не было и нет. Ну, там люди, студенты, естественно, что-то изучают и издают. Некоторые философы что-то по этому поводу пишут, и продолжается старая российская практика. Писатель пописывает, читатель почитывает. А вот для того, чтобы это было настоящей пропагандой, ну, вот надо сказать, что для этого должна быть система. Вот сидит Степан Степанович, который у меня на всех лекциях был вообще, и который здесь всё записывает, и Сергея Викторовича. И всё, что касается этой диалектики, всё это уходит, и всё люди смотрят и читают. И здесь решение вопроса о том, что сразу эту проблему не решить, она решается. И какие-то ключевые изменения уже происходят. Ну, вот с пониманием этого мы решили и обсуждали этот вопрос на прошлом занятии, что нам надо уже перестать повторять, что мы изучаем Гегеля материалистически, а как-то совершенно конкретно это осуществлять. А что значит совершенно конкретно осуществлять? После нашего десятилетнего изучения мы можем картину, в которой выражается эта проблема, выразить достаточно ясно. Вот есть всего у Гегеля в науке логики, про которую говорят трудно, тяжело и так далее, всего три книги. Они сгруппированы, значит, два тома, а книги три. Книга первая – учение о бытии, книга вторая – учение о сущности, третья книга – учение о понятии. Кто из нас здесь присутствующих, этого не знает. Все знают, очень легко запомнить. И любому объяснить, кто умеет читать до трёх, может это понять. Теперь первые две книги, то, что они говорят об объективности, а то, что это книги о бытии, тоже не вызывают никаких сомнений, и здесь никаких пертурбаций в связи с тем, что мы хотим понимать Гегеля, хотя он идеалист, а понимать его материалистически, тут не должно происходить по одной простой причине, что первая книга – это о бытие, в котором рассматриваются действительно вопросы вполне материальные, вопросы о качестве, о количестве и о мере как единстве, качества и количества. И уже даже этот вопрос о мере позволяет нам уже понять, как меняется, как идёт движение общественно-экономических формаций. И развивается производство, оно развивается, развивается, и всё продолжает быть первобытно общинным. А производство развивается, и меняется орудие труда. И всё больше и больше производительность труда. И, наконец, появляется такая возможность выделиться из общины, не убить захваченных представителей другого племени, а обратить их в рабов, то есть как бы им сделать приятное. В том смысле, что для них, конечно, приятно, что их не убили. Но уже может существовать семья с рабами. И поэтому первый скачок был, вот этот переход количества. А что менялось-то? А менялась производительность труда. Вот когда может, уже могут рабы содержать какое-то количество ровов, хотя бы одну семью отдельно, а не только себя. Но если раб может содержать только самого себя, он не нужен. Никто его не будет. Ещё охранять его надо. Это вообще невозможно. Поэтому первый скачок, переход от первобытного общинного строя к рабовладению. А при рабовладении уже науки, искусство, вот все эти люди, которые сегодня хотят доказать, что труд у них производительный, очень много претензий все время, постоянно особенно присылают, всё время в интернет. А почему вы не считаете производительным? Потому что производительным является труд материально производительный. А если вы хотите, сказать, свести понятие производительного труда к тому, что он что-то допроизводит, вот человек, который пузыри пускает, тоже производительной деятельностью занимается. Какой пузыри? То есть вопрос-то не в том, что он что-то производит, Это вопрос принципиальный в том, что есть производство материальное, то есть основа человеческого существования. А для того, чтобы заниматься наукой, искусством и всеми другими делами, надо сначала есть, пить и одеваться. И никуда от этого основополагающего положения уйти нельзя. Не только сейчас, не только в будущем, но и в самом далёком будущем. Какие будут средства в этом материальном производстве? Сколько будет занято в этом материальном производстве? Это другой совершенно вопрос. Это чисто количественный вопрос. Но то, что в основе человеческого развития лежит материальное производство, это не подлежит сомнению. И называется поэтому оно базис. Способ производства является базис, на котором возвышается уже политическая, идеологическая надстройка. И искусство, и литература, и медицина. Это всё полезное, нужное человечеству, которое у нас развивается, и которое, конечно, надо ценить и уважать любой труд, в том числе и непроизводительный, потому что любой труд что-то запроизводит. Другое дело, что не всякий труд производит материальные блага. Но в фундаменте так устроено общество, так устроен мир, так надо это понимать. Кто-то этого не понимает, он сделал первую большую ошибку, и дальше уже никакого движения к марксизму у него быть не может. Поэтому у нас очень многие, сколько угодно их выходит, всякие к комментариям, к лекциям, к роликам, а вот там или программисты производительные. Вот я занимаюсь непроизводительным трудом. Почему? Потому что я чай попил, а я произвожу слова. На самом деле, что я могу произвести? Я могу произвести какие-то научные действия, и это передать другим людям. Это полезно, нужно и так далее. Но материальное производство, если я буду только этим заниматься, я умру. вместе с теми, кто здесь сидит. Потому что если у нас не будет материальных благ, мы больше месяца не протянем. Зато будем тут твёрдо стоять, и память о нас никогда не пропадёт. Как люди решили, что диалектика, она даёт всё, в том числе и пищу, не только для ума, и мы, если будем её изучать, то будем держись, но это не подтвердится. Так что вот, что такое первый том? Надо его материалистически как-то перетолковывать. Если вы берёте примечания, не читайте примечания. Есть такой способ. Потому что в примечаниях человек пишет том, что он является научным. Поэтому оставьте их в стороне. Это не надо запрещать читать, но уже когда вы переходите к штудированию, не читайте это. Читайте основную цепь рассуждений, где вы видите, где идут переходы логические. Дальше, что такое сущность? Нам с вами легко говорить, имея в виду за плечами эти 10 лет изучения, сущность – это тоже снятое бытие. Сейчас с этим снятым очень здорово. Меня вот внучка уговорила купить сливочное молоко. Но я купил, поскольку она просила, и стал читать, что это за сливочное молоко. А это, говорит, сушеные сливки сделаны, сушеные сливки и молоко, которое тоже восстановленное. Значит, их соединили, водой разбавили, и получилось сливочное молоко. Вместо того, чтобы взять, так сказать, то самое жирное молоко, которое у нас уже происходит. У нас же производится молоко, в том числе отборное. Оно вполне, так сказать, настоящее молоко. А есть молоко, которое уже не 3,4-3,9, а 3,7. Потому что корова точно не производит в таком-то проценте жирности. А весь сепаратор, и всегда можно долить столько жира молочного. Сначала их разделяют. У меня был товарищ, директор молочного завода. Нет, я рассказывал. Разделяют, а потом добавляют столько, сколько надо. Вам сколько там? Три, два. Или агитируют женщины. Давайте, мама, единичку сделаем. Вообще им надо воду давать просто забеленную, чтобы они были стройные и так далее. То есть забрать все нужное. Так вот, в этом плане, когда мы переходим от бытия к сущности, мы не бросаем это бытие, а мы в него углубляемся. Что такое учение о сущности? Это учение о бытии, но уже продвинутое дальше, что у нас внимание пошло вглубь. Сущность мы идем, углубиться в сущность. Поэтому это тоже бытие, но снятое бытие. Снятое, поскольку оно предполагается, а ведь все категории сущности исходят из категории бытия, они все исходят из бытия, но бытие снято. Поэтому как только мы обнаруживаем, что это какое-то бытие, то мы берем его с отрицанием, получаем категорию сущности. Там тоже все очень просто. Там тоже три всего таких крупных раздела учения о сущности. Когда вы берете сначала рефлексию, берете отражение, то есть как раз вот эта очень непонятная часть, когда вы должны отрицать всякое бытие. Все, что вам попадается в виде бытия, он говорит, это не то. Давайте посмотрим, что за ним. Давайте посмотрим, что за ним. И вот тогда в этом учении о сущности мы получаем то, чего мы не видим в математике, в самой современной, что тождество есть тождество различного. В математике такое понятие тождество, как правило, и не говорится, а не употребляется, говорится о равенстве. И все. Равенство. Но никогда, в жизни полного равенства никогда не бывает. Всегда есть равенство неравного. Ну, Гегель даже приводит такой пример, когда вот придворные дамы, которым он это все рассказывал, они пошли искать листочки, хоть два найти, которые были бы равны, и не смогли найти. Но это может касаться даже не листочков, а чего угодно. Если вот у меня лежит два предмета здесь, а там у нас летают спутники, у них координаты разные. Если даже это одинаковые предметы, все равно это не те же самые. Правильно? Координаты другие будут. Если будут высокоточным оружием бить по этому, поэтому наука логика сохранится. Так что нету тождества без различий, и нету различия без тождественности. И углубляясь в это, мы начинаем понимать, что вот каждая сторона содержит в себе и другую сторону. То есть одна сторона тождества, другая – различие. Но тождество различного, а то и различие – тождественного. А раз каждая сторона содержит другую, они противоположны, мы получаем единство противоположностей, которое, как понятно, раз это противоположности, оно только в борьбе может быть. Отсюда это противоречие. И вот противоречие мы, некоторых даже до противоречия не сказать, что доходит, не можем, потому что обычно его сразу берут. На такие диалектики его берут сразу. Диалектики берут, конечно, и сначала, начиная с чистого бытия, и доходят до противоречия, в том числе через разность, и то, где что проходит, через различия. А некоторые люди говорят просто о противоречии, и всё. А как вы просто можете взять противоречие? Откуда оно взялось? Если оно просто противоречие, вы уберете. Оно бытие. Раз бытие, то оно не в сфере сущности. Это никакой не противоречие. Так вот, противоречие, раз оно связано с единством противоположных сторон, каждая сторона содержит в себе другую сторону. То есть, каждая сторона есть противоположность. Тогда у вас единство противоположностей. Одна противоположность, две стороны – это единство противоположность. Значит, она схлопывается, разрешается. И то самое противоречие разрешается во что? В основании. Основание чего? Даже если мы не знаем основания чего, знаем, что дело на этом не кончится, поэтому мы можем заранее сказать, оно, как это Гегель говорит, Гетцу Грунде, идёт ко дну. То есть мы его пытались всё вытащить, а оно опускается ниже, и на этом вот дальше начинаются новые движения, уже движения в сторону бытия. Ну откуда? В сфере сущности движение в сторону бытия. Это что за движение? И это движение к существованию. Существование. Это что такое существование? Это значит, это уже категория сущности, но это восстановленное через сущность бытия. А как оно восстановлено? А так, что у него есть основания и предпосылки. Вот если есть у вас основания и предпосылки для вашей жизни, то ваша жизнь прочная, вы существуете. А если у вас нет ни того, ни другого, то вы есть пока? Ну неизвестно, сколько пока. Потому что если у вас нет средств существования, нет жилья, нет, так сказать, других вещей, то, как говорится, это бытие непрочное, это бытие, как говорится, людей нищих, которые вот пока есть. А сколько пока есть, неизвестно. А вот существование – это же прочность, с основанием. И получается, что вдруг в сфере сущности появляется снова бытие. Но то бытие, которое появляется в сфере сущности, это уже не просто бытие, а существование. Ну тогда и случается, что раз существование и основание. Вот тут пара. И пара будет теперь всё время, потому что потом вы будете рассматривать содержание и форму. Это форма, это содержание. Но форма содержательна, а содержание оформлено. А потом вы перейдёте к явлению. И ясно, что если, так сказать, явление – это беспокойная поверхность, да, того, что вы рассматриваете, то это же учение о сущности, вы должны всё брать с отрицанием. А отрицанием вот этого беспокойного является спокойное явление. Спокойное явление – это что? Закон. Закон. Ну тут приятно иметь дело с грамотными людьми, которые вообще всё знают уже, не знаешь, с чего им рассказывать. То есть пара, опять-таки, пара явлений и закон. И, наконец, уже в самом явлении мы находим то, что где-то не просто там имеется в основании, оно в себе само содержит вот это единство явления и закона. Такое. То есть являются не только случайные, но являются и закономерные. Вот то закономерное, которое является на поверхности, как называется? Действительность. Ну вот. А он говорил, я не знаю, я не понимаю. Он просто вызвали. А, он видишь, вот такой уровень. Молодец. Да, действительное. Действительное. Вот до действительного. Так вам что, бытие, сущность или действительное? Вот решите, да? Понимаете? Сущность – это внутрь надо залезать. Бытие на поверхности. Существование, оно такое бренное, как говорится. А вот когда это уже действительное, то есть это вышедшее на поверхность сущность. Это и сущность, и бытие одновременно. И, собственно, этим, то есть получается, что у вас некая субстанция, прямо вот, так сказать, это выражение для единства, вот этого бытия и сущности. И мы переходим к учению понятия. И вот всё, что мы вот сейчас рассматривали, не требует никакого материалистического особого исцелкования, потому что тут ничего идеалистического просто нет. А если там про Бога где-то пишет Гегель в примечаниях, не читайте. Или просто говорить, ну, слава Богу, я учение о сущности разобрал. Ну, слава Богу, я учение о бытии разобрал. Ну, без Божьей помощи уже такую сложную книгу это же невозможно разобрать. Вот я спрашиваю староста. Только помогать. Только помогать. Вот. Поэтому. Поэтому. Поэтому понятно. Хотя всё дальше, и всё больше и больше людей разбирается, понимает. Ну, и не надо относиться к серьёзным книгам таким образом, что там сразу понятно. Я не знаю. Я, например, пока был студентом на математико-механическом факультете, у нас было нормой, что можно было целый месяц разбирать, и потом понятно будет. Или там лекции. На первую лекцию я всё понимал. На вторую уже ничего не понимал. Ну, читал, записывал. А к экзамену? А к экзамену надо уже всё понимать. То есть надо опять это всё изучать, проходить, и тогда можно сдать. То есть непонятно, возьмите вы современную физику, химию, а если медицину возьмёшь, это с ума сойти. Что только надо там понимать и никак не построить эту систему цельную, чтобы она образовала бы вот такое вот движение, так как вот наука логики или как капитал Маркса. Нет, это собрание сведений. Поэтому самая сложная задача остаётся ещё перед медицинской наукой и перед другими науками. Ну вот подходим мы к третьей книге. Вот у меня она в руках и есть. Это том второй, субъективная логика и третья книга у вас у всех. Она есть. Там тоже три момента, три деления на три. Какое? Субъективное, объективное и понятие. Чего тут непонятного? Субъективное же знаете, что такое, и объективное знаете, и понятие, чего тут непонятного. Всего три предмета. Ну и сколько уже говорено и написано, что мы материалистически должны истолковывать Гегеля. Ну а что это означает, так сказать, истолковывать, преобразовывать, понимать? Про Ленина об этом говорил, Маркс это говорил, я его читаю, дескать, или понимаю материалистически. Или когда спрашивали Маркса, ваше отношение к Гегелю, он же идеалист, а он говорит, мое отношение к Гегелю очень просто. Гегель мой учитель. И все. На это. А учителя могут быть разные. Не обязательно стоять на той же позиции, что учитель, но учитель, это кто учитель, надо не забывать. Ну вот с этой точки зрения, когда у нас там три всего есть раздела, субъективная, объективная и, наконец, абсолютная идея. В каком порядке это надо поставить, чтобы это было материалистически? Поставить мы не можем в книге. А в каком порядке? Когда говорят, что мы материалистически должны истолковать Гегель. Хотите его истолковать материалистически, значит, надо поставить в третьей части, в третьей книге, все так, как требует логика. Чья? Ну, логика Гегельа самого. Ведь учение о сущности – это отрицание бытия. Правильно? Сущность – отрицание бытия. А отрицание – отрицание – это возвращение к бытию, через которое просвечивает сущность. Ну, так возвращение к бытию разве может быть субъективным? Возвращение к бытию не может быть субъективным, значит, возвращение к бытию – это объективное. И там вы не найдете никакого доказательства, почему Гегель начинает субъективным. Начинает и все. Ну, идеалист, он начинает так, тихо, и все. Все равно вы не понимали, там другие не понимали, многие не понимают. Уже за эти два тома так намучились люди, что они уже готовы согласиться с чем угодно. И вот тут как раз спокойно ставится субъективно, там и Бог есть, и все остальное. Но мы, слава Богу, материалисты. А раз так, то мы можем поступить по-другому. Читать мы прочитали, уже изучали, у нас есть доказательства, у нас есть старт, у нас есть, как говорится, протоколы, видеопротоколы ведутся, как в суде, где все записывается. Поэтому никто не скажет, что мы не прошли подряд, как Гегель написал. А теперь мы говорим, а как надо поставить дальше? Вот поставить эти разделы, чтобы получилась материалистическая система, а не идеалистическая. А поставить очень просто. Сначала надо... Ну что такое снятая сущность? Это что? Это понятие. Так понятие, понятие – это бытие, через которое просвечивает предыдущее все. Но уже не такое бытие, которое было вначале, а бытие, в котором есть сущность. Правильно? Вот бытие, через которое просвечивает сущность – это понятие. Так это объективное. Понятие можно взять как объективное. Вот книга, она же объективный предмет. Объективный. Его можно подержать, можно полистать, можно кого-то, значит, этой книгой, если кто не хочет, изучать, погладить. и так далее. То есть, это объективный предмет. То есть, начать надо не субъективного, а с объективного, чтобы система была материалистической. Можем мы потребовать от идеалиста Гегеля, чтобы он начал бы тут с объективного. Нет, не можем мы от него этого потребовать. Он сделал свое дело. А это наше уже дело. Вот наше дело материалистическое преобразовывать Гегеля и истолковывать. Поэтому надо начать с события, с объективного. А там, что там объективное? Объективное там очень просто. Там начинается движение материи. И материя там есть слова. Там что есть? Механизм, химизм, организм. Ну, то есть, все что, так сказать, собственно, движение материи там есть. Другое дело, что до человека он не дошел. Еще тот уровень знаний о человеке, о человеческом обществе, который был в период Гегеля, был таким, что никак не мог Гегель это сделать. Он мог сюда зайти, поставить вопрос, но ответа на это не было. У Энгельса же это все сделано. Что такое человек? Где это сделано? В антидюринге? Не, не в антидюринге, в диалектике природы. В диалектике природы есть такой специальный раздел, небольшой такой, можно сказать, эссе, роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. И вот он определяет человека как, что это животное. Можно сказать, первое животное, это правильно, но это не все. Животное общественное, это первое общественное. этого Гегио не сформулировал нигде. Трудящийся тоже нигде не сформулировал, хотя он знал, что трудятся люди. Говорящие этого точно он везде сформулировал. И разумные. Вот, собственно говоря, определение человека. Поэтому, когда вы пришли к отрицанию ее сущности, вы пришли снова к бытию, то есть к объективному. А объективное не только противостоит субъективному, а скорее субъективное потом на основе объективного получается. Объективное развивается и развьется до чего? До субъекта. Причем понятие можно понимать объективно. Вот есть понятие книги, объективное, а есть понимание книги. Это разные вещи. Или есть понятие книги как предметы, они же все материальные предметы. Книга – это материальный предмет, а полезное его свойство в том, что он содержит знания. Правильно? Точно так же есть сейчас такие электронные книжки, куда можно закачать много-много всяких книжек. Там они много содержат знаний. Это тоже полезно. и уничтожат. И уничтожат. Вот. То есть буквально у Гегеля тут никакого великого открытия не сделаем, а констатировать можем уже как кружок, который этим долго и постоянно занимается, что можем уже и констатировать, что при штудировании Гегеля, когда вы один раз прочитали так, как написано у Гегеля, вам и не призываю вас переставлять. А вот когда вы штудируете, вы уже читали все подряд, а теперь почитайте по-другому. Дошли до вот этого тома, вот сначала читайте объективное и там поднимайтесь по тем звеньям, которые прямо у Гегеля есть. Механизм, химизм, организм. Добрались до человека. Там у него появляется тут телеология, оно немножко рановато появляется. А потом, когда появляется человек, ну вот раздел у человека вы не можете требовать от Гегеля, что он был прописан. Вот возьмем сюда Энгельса для понимания. Мы же у себя должны в голове построить материалистическую систему диалекции. Человек, а как называл Маркс людей, индивиды, производящие в обществе, вот действительно исходный пункт. Не индивидуумы. Если я выступаю как индивидуум, то я стараюсь от всех здесь присутствующих оттолкнуться, так сказать, вот я индивидуум, и вы индивидуумы, вы индивидуумы, всем индивидуумы, у каждого есть свое личное, которое мы никому не отдадим, а никто ее не требует. А когда говорится индивиды, то слово индивид означает, что общество состоит из индивидов, а это моменты этого общества. Точно так же, как общество без людей не может быть, и люди без общества никак не могут быть людьми, поэтому они индивиды, они атомы этого самого организма общественного, индивиды, производящие в обществе. Вот действительно исходный пункт. Поэтому вот эту часть Маркс и проделал, поэтому эта часть, можно сказать, мы ее не собираемся, капитал сюда всовывать, но надо считать, что по этому поводу считать надо Энгельса и Маркса, когда речь идет об обществе человеческом. Этого не мог сделать Гегель, и не надо от него этого и требовать. Но надо понимать, что к этому разделу, который назначает движение от механизма к сложным понятиям, механизм, химизм, организм, есть человеческий организм, есть животный организм, есть человеческий организм, есть общество. Общество тоже известное организм. Это все сделано Марксом и Энгельсом. И тогда получается, что дальше надо уже переходить к чему? К субъективному, потому что это субъективно только в обществе и может быть, и язык вообще может быть только в обществе, правильно? Потому что тот же самый человек – это животное общественное, трудящееся, какое еще говорящие и разумное. Раз оно говорящие, вот они понятия. Вот оно говорящие, вот понятия. Поэтому после объективного надо поставить субъективное. Ну а дальше весь хвост, который относится… А субъективное – это все понятия, суждения, заключения, умозаключения. Мы это все разбирали, это все равно непонятно или малопонятно и трудно, но место мы должны знать этому. Это вот, когда вы взяли уже человечество, то теперь общественное сознание, субъективность. И, наконец, понятие, которое есть единство субъективного и объективного. Правильно? Это совершенно понятно. Эта троичность, на самом деле, все облегчает. Везде, так сказать, ищите третьего. Это непреложный закон. Ищите третьего, и все. Как это выглядит, если взять книгу, которую нам помогли товарищи издать, и записали меня сюда редактором. Хотя, как вы понимаете, ничего другого, кроме того, что я сейчас вам говорю о том, что такое редактирование не внес, а сейчас уже, вроде можно сказать, предложение вношу. Значит, поэтому получается такая вот материалистическая, преобразованная структура изучения третьей книги науки и логики, изучения понятий. Предисловие – это страница 3 и 4. Не трогаем. А понятие «вообще», то тем более не трогаем. 5-24. Первый отдел – объективность. Это со страницы 124, а так было вот с 3 до 24. Со страницы 124 до 150, и 175 до 188. Вступление. Страницы 124 и 129. Механизм. По этой книге, по этому изданию. Механизм. Страницы 129-144. Химизм. 144-150. И третья глава – жизнь. А дальше прямо просится то, что говорил Энгельс. Жизнь – есть способ существования белковых тел. И начинает это всё нам рассказывать. Собственно, он диалектику природы для этого и написал. Второй отдел – субъективность. Это страница 25-123. Первая глава – понятия. Страница 25-46. Вторая глава – суждения. 47-84. Третья глава – умозаключения. Страница 84-123. Третий отдел – идея. Страница 150-175 и 188-253. Первая глава – телеология, потому что идея – это не просто понятие, а это постановка и реализация целей. Телеология – это учение о цели, о цели полагания и цели осуществления. Вот, 150-169. Идея – 170-175. Идея – она в себе содержит и, собственно говоря, и замысел, мысль, и его реализацию. Если это такая идея, которая не предполагает реализацию, это не идея. Это просто какое-то понятие. У меня есть идея какая? Что потолок белый – это идея? Нет. А что пол коричневый – это тоже идея? Тоже не идея. Вот идея закончить и разбежаться – это уже идея. Ну, вот она постепенно созревает. Но еще время не пришло. Так обстоит дело. Идея. Страница 170-175. Вторая глава. Идея познания. Страница 188-197. Тоже она из трех. Идея познания состоит. Идея истины. Это истина – это соответствие понятия объекта. Правильно? Надо правильно отразить мир. Идея добра. Имеется в виду, что вы будете преобразовывать этот мир, только не портите его, а все-таки вы там что-то доброе сделаете. Поэтому все-таки Гегель выставил не идею перелопачивания, или не идею перемешивания, а идею все-таки добра. Что-то вы доброе сделаете, не надо все крушить, рушить. И третья глава – абсолютная идея. А что такое абсолютная идея? Вот единство того и другого. Идея познания мира, идея преобразования мира. Вот и все тогда у нас будет вполне материалистически. И всего-то мы переставили первый отдел и второй. Потому что никак не может быть первый отдел объективности куда-то закинуть на второе место. Именно потому, что в учении о понятии мы снова возвращаемся к бытию, но с сущностью уже. Правильно? Что такое снятая сущность? Это возвращение к тому, что было. Но к какому? К такому, который теперь в себе содержит эту самую сущность. Это план изучения. Но поскольку это план изучения, то теперь можно уже изучать по этому плану. Поэтому то, что я сейчас рассказывал, я уже об этом говорил и в конце прошлого учебного года. Ну, как говорится, повторение мать учения, я не скажу, что я именно для вас, вот, присутствующих, повторяю, или тех, кто смотришь. И для себя повторяю. Для того, чтобы утвердиться. Потому что это новая дорога, мы должны снова эту дорогу пройти и глубже понять уже материалистически истолкованную диалектику. И для этого нам желательно, конечно, разбираться в учении о бытии, в учении о сущности. Но вот этот раздел учения о понятии, он материалистически преобразованный, может быть, у нас в голове, и об этом можно говорить. Вот, собственно говоря, я вот Валерию Александровичу как в старости передал книжку, которую по своей инициативе московское издательство издало лекции по философии и истории. Там идет речь о том, как в истории проявляет себя диалектика. Ну, это, так сказать, можно сказать, подход. А тут мы говорим о том, чтобы, наконец, поставить на материалистическую основу изучение науки и логики, а лучше сказать, «штудирование науки и логики», чтобы мы ее студировали как материалисты, и получили бы материалистическое понимание диалектики. Потому что мы хотим владеть материалистической диалексикой, или хотим владеть диалексикой вообще? Хорошо бы и вообще, но понятно, что одно дело в противоречии только в моей голове, а другое дело в противоречии в жизни общества. Понятно, что противоречия в жизни общества глубже, а в головах – это отражение тех противоречий, которые есть в обществе, в истории. Вот такого рода задача перед нами стоит, и поэтому на первом нашем занятии эту задачу я постарался сформулировать. И, следовательно, что мы будем дальше делать? А дальше мы будем по этому плану действовать. У Сергея Викторовича есть уже такой листочек, он уже его вывешивал. Я думаю, что он вывесит, еще раз повторит, когда будет вывешивать, выкладывать этот самый кружок. И мы начнем штудировать. Если кто думает, что это мы уже проходили и все понятно, хотя я, правда, никого не встретил из тех, которые являются членами нашего кружка, то я могу сказать, что я для себя, например, считаю необходимым, и второй, и третий, и, может, двадцать третий, пройти правильным путем, особенно тогда, когда вы перед этим ходили кривой дорогой. Если мы ходили кривой дорогой, логической такой, идеалистической, и мы не могли иначе сделать, потому что мы должны были прочитать ту книгу, которая есть. А материалистическая диалектика, она получается путем преобразования или соединения диалектики Гегеля с материализмом. Вот, собственно, это у нас задача какая? Синтетическая. А раз она синтетическая, то, значит, то, что является синтезом предыдущего, представляет собой нечто более сложное. А раз более сложное, ну, поэтому наше движение не будет более простым, а будет более сложным. А раз оно будет более сложным, значит, будет о чем подумать. А вот сюда люди и приходят не так, чтобы освободиться от мыслей, а наоборот подумать о глубоком. Поэтому я думаю, что мы задачу такую будем решать. Какие есть предложения, соображения или мысли в заключении? Протесты. Вот, пожалуйста. Третья глава телеологии, она идет перед идеей. Правильно же? Правильно. Правильно. Телеология идет. Она в разделе идея, в разделе идеи. Но идет в самой первой. То есть она перед всем остальным. Перед идеей. Потом пошла идея. Да, 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 да. Потому что если нету цели, то нет и идеи. Есть просто мысль. Когда мы говорим об идее... То есть телеология, а потом идея. Да, 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 да. У матросов нет вопросов. Нету. В таком случае я должен, во-первых, констатировать, что у нас в кружке, я думаю, не только в кружке, у тех, кто смотрит эти занятия, их смотрят уже все больше и больше людей. Поэтому есть такое понимание. И к этому процессу подключатся многие люди, которые просто физически не могут быть, потому что работают в это время. Или в другом городе живут. Или в другой стране. Ну, как мы знаем, наши люди есть везде, во всех странах, во всех областях. И поэтому это самая верная дорога. И это вот то прочное должно все скреплять и соединять. Потому что, ну что является синтезирующим? Какой раздел трех источников и трех составных частей марксизма? Вот это и является раздел синтезирующий. Потому что философия есть наука всеобщим. Надо всеобщее во всем брать и соединять. Все это все, идеи касаются и политэкономии, идеи касаются и научного социализма. Но надо понимать, что такое идея. То есть без понимания того, что такое идея, нельзя ни сводить ни те, ни другие, ни третьи идеи. То есть если у нас нет соответствующего сосуда, то нечего туда и наливать. Вот так обстоит дело. Поэтому я думаю, что товарищи поняли, некоторые поняли, что это кратчайший путь, прямая дорога. Некоторые хотели, так сказать, на скандачка, можно сказать, взять этот марксизм, быстро его освоить. Вот его не освоишь с кондачка, но глубокое понимание требует вот этого. Это кратчайший путь, кратчайшая дорога к пониманию марксизма или учения о социализме как мягкого целого. А если это не понимается практически или недостаточно широко понимается, недостаточно широко освоено, то это не будет реализовано практически. Я думаю, что история нашей страны не имела таких замечательных условий, как у нас, как мы живем при этом самом капитализме. В том смысле, что приходилось, так сказать, чего только не делать и чем только не заниматься. В том числе, во время войны вряд ли можно заниматься Великой Отечественной этим делом. А само преодоление войн означает, что надо освободиться от империализма. А это предполагает развитие социалистических стран и социалистического лагеря. И другого дути к этому нет. Социализм, как известно, не пропал. Он строится, имеется в Корее Северной, он строится в Китае успешно. Он находится в переходном периоде снова на Кубе. Он в переходном периоде находится в Лаосе. У нас достаточно социалистических стран, которые... Вьетнам. Да, и 100 миллионов Вьетнам. И он героически сражался. Начал он с половины Вьетнама, а закончил тем, что весь Вьетнам стал социалистическим. Но он имеется в виду социалистический в плане перехода к социализму. Там переходный период от капитализма к социализму. И еще вопрос у Вас был? Можно сказать, что если, допустим, кто-то рассматривает, например, специальную операцию на Украине, с одной стороны, в виде империалистической войны, можно ли сказать, как у человека, что у него нет теоретического... Можно сказать, но это надо объяснить. Потому что для того, чтобы война была империалистической, надо, чтобы с двух сторон были два. С одной стороны империализм и с другой стороны империализм. Уже Вторая мировая война, она была мировой. Но Вы никак не можете назвать ее империалистической, потому что со стороны Советского Союза никакой она империалистической не была. Я просто, что кто заявляет односторонний подход к данной ситуации... Он не односторонний, он, получается, профашистский. Он вообще пользует этой односторонностью. Кроме того, что еще там же освободительная борьба у нас на своем... Ну, в специальной операции там же освободительная борьба же есть? Значит, она, кроме просто освободительной, которая, так сказать, в тумане оставляет, кто от чего что освобождает. Как РНР и... От чего освобождает? От чего? От фашистского проведения. Ну, только от фашистского, так надо и говорить об этом фашизме. А фашизм там... А фашизм... Нет, вот сейчас говорите, да. Вот фашизм имеется в виду во внешней политике. А то, что это американский фашизм во внешней политике, вот это сейчас, вот именно сейчас, наиболее ярко, мы об этом и раньше говорили, но это высветилось сейчас очень ярко, потому что мало того, что Соединенные Штаты сюда направляют орудие и оружие массового поражения, самое современное, в которых заключен, между прочим, человеческий труд очень многих рабочих, американских, прежде всего. заключен. И этот труд используется для уничтожения украинцев, русских и так далее. А так мало того, значит, Соединенные Штаты Америки всех подчинили, даже тем, тех подчинили, кому абсолютно невыгодно, так сказать, то, что требуется. Эти санкции, эти лишения их возможности получать более дешевый газ и так далее. То есть видно, что это фашизм в смысле принуждения уже. То есть и не просто такой фашизм во внешней политике, а второй сводится к разговорам. А ведь в общем определении фашизма говорится, что идеология и политика такой крупной империалистической буржуазии. Да, финансового капитала. Так что вот так обстоит дело. Хорошо, значит, в следующий раз мы с вами будем изучать предисловия, понятия вообще, ну и будем двигаться в сторону объективности. А если уже дойдем до объективности, будет хорошо. Там получается 24 страницы для того, чтобы дойти до объективности. Если мы это перешагнем, будет хорошо. Если не перешагнем, будем перешагивать. потом. Потому что граница или предел это граница, которую переступают. Еще у вас вопрос. Здравствуйте, Сима. Я сегодня первый раз. У меня вопрос касается конкретной пропаганды. Того, что... Ну, я лично сейчас только начну изучать. Я понимаю, что я пришел сюда первый раз и сразу всем говорю. Ну, я не стесняюсь сказать, что я ничего не знаю вообще. То, что вы вообще не знаете ничего, это неправильно. Это в очернении действительности. Все верно. Но для того, чтобы иметь пропаганду, конечно, надо иметь знания. Я понимаю. Я к тому, что мы можем сделать так, чтобы таких, как я, здесь было больше на данный момент. Каким-то образом? У нас есть товарищи, занимающиеся в Красном университете. и те товарищи из Красного университета, которые будут проявить себя как постоянные слушатели, потому что некоторые товарищи, так сказать, побывают на двух занятиях и исчезают. Вот. Я думаю, что они могут обратиться к старости нашего кружка, он же проректор по учебной работе, Мордовин Валерий Алексеевич с такой просьбой зачислить в кружок. Он зачислит. Потому что в кружке должны быть такие люди, которые занимаются изучением и в то же время не тратят время попусту. Потому что, если кто-то отстал, он быстренько догоняет, потихонечку. И постепенно будет догонять. Потому что мы все от кого-нибудь отстали. Кто от Маркса отстал, кто от Ленина, кто от Энгельса. Так что, что тут говорить? Спасибо всем товарищам за участие. Следующее занятие через две недели, во вторник. Какое будет число? У кого? 25. 25. Да. 25 октября в 19 часов. Продолжаем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok